В Айхальской школе идет обычный урок физкультуры, однако учитель, непривычный педагог, а чемпион Олимпийских игр Давид Чаквитадзе. Дает серьезные нагрузки, наблюдает за каждым учеником. Знаменитый спортсмен приехал в Айхал в рамках фестиваля «Настроение». В этот раз спортивный опыт передавали борцы. Так как фестиваль называется «Настроение уроса», хотим поднять вам всем настроение нашим приездом. Надеюсь, это у нас получится. И хотим, чтобы у вас больше был популяризирован спорт, чтобы ребята больше занимались спортом и продвигались в этом направлении. Среди гостей фестиваля и Валерия Каблова – серебряный призер Олимпийских игр. Занятия провела с девушками. Рассказала о тонкостях обычной разминки, о роли спорта в жизни. Упражнения выполнили самые простые, однако очень важные для общего укрепления организма. Первый раз на тренировке такое, потому что я не так сильно уделяю внимание своему телу и спорту. Я, по большей части, книжная червь, так сказать. Я поняла, что нужно тренироваться и также развивала сейчас свою координацию. И это был очень полезный опыт. Почувствовать на себе, как тренируются чемпионы – это очень интересно. И вообще посмотреть на стороны, как они ведут себя, какие они есть – это очень интересно. Впервые у нас была такая серьезная нагрузка. Ну и мы поняли, что поддерживать себя все-таки – это очень важно для девушки. Хотелось очень показать девчонкам, что даже не занимаясь спортом, в данном случае борьбой, ты можешь хорошо поддерживать форму, интересно и, самое главное, конечно, полезно. Приготовились. Оп! Подсаживайся. Показал отдельные приемы для разминки и Сергей Семенов – бронзовый олимпийский призер. Для айхальских школьников задания непростые. Многие занимаются спортом, однако в этот раз особая ответственность. Таких тренировок в школе нет обычно, а вот тут провели, так что было интересно. Это круто, потому что люди известные, спортсмены, призеры. Это как бы, ну, для нас это как бы, ну, можно сказать, ну, как бы так сформулировать, ну… Новый уровень для нас. Да. Всегда приятно тренироваться с такими великими чемпионами, которые достигли в спорте чего-то. Это здорово. Сергей Семсков, айхальский тренер по вольной борьбе, внимательно наблюдает за мастер-классом от знаменитых спортсменов. Снимает видео, фотографирует, перенимает опыт. На ковре его умелые воспитанники выполняют упражнения под руководством Сергея Семенова – олимпийского призера. Для ребят такая тренировка – большое везение. Сколько весишь? 60. Ну, нормально, как раз. Ребята у нас перспективные, все хотят стать олимпийскими чемпионами. И сами когда-то будут выходить на помост олимпийского ковра. Ну, интересно, конечно, ребятам посмотреть, увидеть какие-то новые приемы, новые упражнения. На мастер-классах в местном спортзале было многолюдно. На ковре с мастерами спорта поборолись многие. Это и самые маленькие воспитанники секции, и взрослые борцы. Поборолся с ребятами, поделали приемы. Ребята веселые, молодцы. Ну, маленькие еще. И я надеюсь, наш приезд влияет на них положительно. И мы внесем какой-то вклад в их развитие. И я надеюсь, они станут чемпионами. Учились и взрослые дети новым приемом и новым упражнением прислушивались к советам. Сегодня в Айхале спортивной борьбой занимаются 40 ребят. Ходят в спортзал и взрослые. Однако для них борьба больше, как увлечение. Я получил много нового опыта, много новых приемов выучил. Побросали даже маленько, показали свою силу. Очень даже хорошо и понравилось. Побольше бы таких проводили и приезжали бы. Теревка была серьезная, жесткая. И очень понравилось нам с ними повозиться. Приемы показали нам хорошие, интересные. И приятно было с ними поработать на ковре. Мне очень понравилось, потому что сюда приехали олимпийские чемпионы. То есть, ну, хотелось бы всегда увидеть их. И приятно было побороться, то есть, интересно. Для меня спортивная жизнь – это все почти. У меня эмоции такие красочные. Мне нравится бороться на этом ковре. Девчонок спортивной борьбой в Айхале увлечь сложно. В спортзал приходят, но сил хватает на несколько занятий. Однако смелые есть. Как правильно подходить к тренировкам и побороть свой страх, им рассказала Валерия Каблова, серебряный призер Олимпийских игр. Энтузиазмом зарядила многих. Я думаю, что им нужно рассказать немножко и познать именно вот эту культуру борьбы. Не жить такими стереотипами о том, что борьба – это вот какое-то такое злое, что-то такое агрессивное, некрасивое. Я думаю, что в этом дело немножко поменять, повторюсь, стереотипы борьбы. И думаю, что потом будут приходить девчонки. Во второй день мастер-класс собрал вдвое больше девушек. Многие в спортзал пришли впервые. Об уроках от знаменитых спортсменов узнали от друзей. На ковре было сложно, но с заданиями справлялись. У меня настроение хорошее очень. Мне понравилось, как мы все вместе тренировались, занимались. Очень много на мастер-классах было и просто зрителей. На ковер выйти не решились. Наблюдали за участниками фестиваля и знаменитыми спортсменами со стороны. Это на детей вообще такое влияние хорошее оказывает. И пример хороший. Я думаю, что спорт и здоровая нация – это самое главное в нашем, и в любом государстве. Задать самые разные вопросы гостям фестиваля смогли все желающие. В одной из местных школ прошла встреча в формате «Вопрос-ответ». Айхальцев интересовало буквально все. Личная жизнь спортсменов и заработная плата. И как удалось достичь таких успехов. За два дня фестиваль «Настроение» в Айхале посетило более 500 человек. Все получили специальные подарки – футболки и блокноты. И, конечно, на память у многих остались автографы спортсменов и многочисленные фотоснимки со знаменитостями. Оксана Мезенцева, Денис Хазов, телеканал «Алмазный край». Субтитры создавал DimaTorzok